Если положение в центре прочное и центр неподвижен, в качестве плана можно провести пешечную атаку на позицию урокировки короля. Рассмотрим этот план на примере партии первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница. Но сначала краткая историческая справка. Вильгельм Стейниц родился в 1836 году в Праге. В шахматы научился играть в 12 лет. Постепенно прогрессируя как шахматист, Стейниц сначала был последователем комбинационной школы, но позже разработал свою позиционную теорию игры. В 1883 году он выиграл матч у Иоганна Цукерторта и стал первым официальным чемпионом мира. Партию, которую мы разберем, игралась против Уильяма Болта. Это ирландский и английский шахматист в 1865 году. Партнеры разыграли венскую партию ходами Е4-Е5, КНЦ3-КНЦ6, СЛОНЦ4-СЛОНБ4, КНЦ3-Д6. Далее последовала короткая рокировка. КНЦ6-Д3-Рокировка. Получилась довольно крепкая позиция с обеих сторон при неподвижном центре. СЛОН-Ж5. СЛОН-БЁТ НАЦ3-БЦ-Х6-СЛОН-Х4-ФЕ7-ФЕ7-ФЕ7-Д2-СЛОН-Е6-СЛОН-Б3. Черные хотят нейтрализовать белого слона, но белые предлагают размен на своих условиях Например, слон бьет на b3, а b После слон b3 черные сходили ладья а на d8 Ладья а на e1 Король h7 d4 Белые угрожают продвинуть пешку на d5 с вилкой Слон c8, ферзь e3, создавая угрозу пешке a7 Если конь уйдет, она окажется без защиты a6, конь d2, g5 Черные первыми начинают пешечное наступление на королевском фланге Слон g3, конь g4 Ферзь d3, h5, f3 Стенец начинает пешечное контрнаступление Теперь встает вопрос, кто кого? Конь h6, h3, f6 Обе стороны начинают подготовку к вскрытию вертикали g Конь c4, ферзь g7, конь e3, король h8, слон f2 Позиция белых немного лучше Конь e7, ферзь d2, конь g6, конь d5, конь f4, конь бьет на f4, gf Вскрытие вертикали g произошло Но черным не так-то легко ей воспользоваться Мешает слон, контролирующий диагональ a2, g8 Король h2, c6, слон h4, конь g8, g3 Стенец скрывает линию g со своей стороны Так как препятствий для ее использования у него нет А вот у черных появляется большая проблема fg, слон бьет на g3, конь e7, f4, конь g6 Первая ошибка черных Следовало играть ферзь h6, не давая пешке f продвинуться d, e, d, e, ферзь c1, король h7 С равными шансами После же конь g6 Стенец ходит f5 Выигрывая темп и запирая белопольного слона черных Позиция черных сразу же становится критической Конь e7, ладья g1 Вертикаль g переходит под контроль белых Ферзь h7, слон h4, b5 Стремясь отвлечь силы белых от королевского фланга Черные начинают маневры на ферзе во фланге Но пропускают несложный тактический удар Следовало ходить ладья d на e8 Подкрепляя коня и уводя ладью с опасной вертикали d После хода b5 Стенец ответил d, e Брать пешку e5 нельзя Если fe, то слон e7 Ферзь e7 Ладья g6 с угрозой ладья h6 шах От которой нет защиты Например, d5 Ладья h6 шах Король g7 Ферзь g2 шах Король бьет на h6 И ферзь g6 мат В партии черные попробовали взять на e5 другой пешкой d, e И белые отдали ферзя ходом Ферзь бьет на d8 Отвлекая ладью f8 От защиты пешки f6 Здесь черные сдались Так как на ладья бьет на d8 Последовало бы Слон бьет на f6 шах Ферзь g7 Ладья бьет на g7 С угрозой мата Ладья бьет на e7 Ладья d2 шах Король h1 c5 И ладья бьет на e7 мат Партия является примером Планомерной пешечной атаки И контратаки, которая привела К вскрытию важной вертикали По которой стали действовать Тяжелые фигуры белых Домашнее задание В позиции на экране Взятой из партии стейница Ход белых Сыграйте как первый чемпион мира И найдите выигрывающую комбинацию Домашнее задание 2 Ход белых Так же как стейниц Выиграйте фигуру И объясните Почему ее можно было выиграть Ответы смотрите в нашем следующем уроке 56 в телеграм А теперь давайте разберем ответы К домашнему заданию предыдущего урока В первом домашнем задании решают Конь бьет на d6 шах Король d7 Слон e6 шах Король c7 Конь бьет на c8 шах Ферзь d6 И ферзь бьет на d6 мат Во втором домашнем задании белые отдают ладью Ходом ладья бьет на g7 шах Король g7 Ферзь e7 шах Король g8 Ферзь f8 шах Король h7 Ферзь f7 мат В этом уроке мы разобрали план пешечной атаки на короля План фигурной атаки на позицию ротировки Мы разберем в следующем 56 уроке На примере партии второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера Напомним, что посмотреть урок 56 Можно будет только в нашем телеграм канале по подписке Там же вы найдете все предыдущие уроки Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео Подписывайтесь на наш телеграм И до встречи